Субтитры сделал DimaTorzok Здрасте! Моё место заняли, мне придётся постоять теперь. Оказывается, есть специальный вечер, вот эта вот напитка, чепс называется. Чепс? Чепс. И джин. Я хотела муском или, но он говорит, что это вот специальный вечер. Девчонки мне оставили, столько девчонок оставила, столько всего. Здесь аперитив вот такой вот. Быстренько покажу. Вот так вот происходит аперитиво. Видите, вот это вот VIP-клаб. В нём покажу. Отель Европа 4 звезды. Я в этом отеле внутри никогда не была. Сейчас посмотрим, что за диджей, что за музыка. Отель Натали. Вот здесь вот, смотрите, вот это вот отель Натали. Видите, с каким видом. Я уже отсюда слышу... Ой, сколько автобусов сегодня. Я уже отсюда слышу музыку диджея. Вон, где два красных штучки, это и есть отель Европа. Мне надо ещё переобуться быстренько. Так, вот это вот отель, видите, как-то называется Белла Ария. Белла Ария называется. Вот такой вот отель Белла Ария. Это для девчонки, которая спрашивала, какие отели есть. Я здесь в отелях не живу, потому что я живу в гостях. Бесплатно, как я рассказывала. Ну, раньше, 20 лет назад, я Новый год встречала в Кристалле со своим сыном. Тогда были 500 евро, сейчас 1000 евро стоит Кристалло. И один раз была в отель Савоя. Вот ещё есть отель Принчипе. Или что тут? Принчипе. Вот этот вот. Отелей много. Боже, как жаль, столько машин ещё брузовых. Всё так шумит. Вот это вот с красными штучками, это и есть отель Европа. Девчонки, мне надо переобуться. Для девчонок, которые спрашивают, какие отели есть, вот отель Минарди. Там, кстати, сауна есть. Можно и с улицы заходить. Ещё вот этот вот отель Канина называется, да, вот этот вот, весь цветочек. Ещё там впереди есть отель Триеста. Смотрите, какая панорама. На закате дня. Прямо под горкой. О, ещё солнышко не ушло. Я полчаса прикорнула. Камина называется, да? Камина. Отель. Резидентс, по-моему, да? Вот в этом отеле есть сауна, спа. Тоже, наверное, почасовой ингресс в ход. Дальше есть отель Триеста. Ну что ж, девчонки, в бой идут одни старики. Видите, сегодня должен быть, как его, диджей в отеле Европа на трассе. Посмотрим. Вроде должна прийти и эта девушка вчерашняя. Анжелка. Анжелика, да. Посмотрим. А может, она уже и уехала. Вчера вроде у неё машина сломалась. А может, она починила и уехала. Она была в гостях у своей подруги. Якобы. Чужая душа потёмки. Я, конечно, космополит. Дружу со всеми, кто хочет дружить. Как бы, посмотрите на закате дня ещё. Всего без 15.7. И взяла с собой я туфельки мои Дольче Габбана. Взяла платочек Шаля Максмара. Розе Песка. Потому что вечером в 11 уж такой дубак сырой, холодный. А сейчас жара. Вот не дождалась я. Всего 5-4 дня надо было подождать и купила бы за 50% блузку. Но я так боялась. Она мне сказала, что это последний размер М, а С вообще нет. Я побоялась, подумала, что, может быть, не останутся. И сразу же купила, что не останутся мои размеры. А насчёт того, что вязаные Стефанель – это хлопок. Там 75% хлопок и 25% полиэстер, по-моему, насколько я помню. Но они такие дешёвые, по 50 евро, 50%. Там, получается, 25 шорты, 25 пуловер, что-то такое. 50 евро всего выходит вместе. Поэтому очень дёшево. Кстати, здесь очень много и апартаменты сдают. Вот так я иду, иду, иду вниз. В сторону центра 10-15 минут пешком. И справа от меня будет отель Европа. Вон уже видно компанией ловите. Церковь видна уже. Ой, здесь что-то тёмные цветочки. В бой идут одни старики, ёлки-палки. Это я ещё не выпила. Вы знаете, здесь так много... Видите, я вон там прохожу пешком каждый раз. Вот видите, это старый замок. Остатки замка. А сегодня прошла по этой стороне, потому что отель Европа находится на этой улице. Там в центре как раз, перед центром. Где VIP-клаб. Где по 1100 евро была карта. Клубная карта. И только по клубной карте можно было заходить туда. Ой, там такие дорогие дринки. Там, насколько я помню, ещё много лет назад 25-30 евро стоило один бокал дринка. Ну, как в Монте-Карло и в Сант-Морец. Так как картина... Ой, что это я думала? Тигр какой-то перебежал мне дорогу. Ну, слава богу, что не чёрный кот. И получается, что... А, сегодня в этом ловит, да? Кондитерская. Вкусная-вкусная кондитерская. Вкусные торты там. И вот в этом ловите официантка молоденькая, 18 лет, наверное. Она здешняя, коренная. Рассказывала клиентам, двум супругам, что летом приезжают в основном только туристы, которые спортом занимаются, по горам бегают. Обычные люди. А зимой вот приезжают, она рассказывала. Это не мои слова. А зимой вот приезжают все миллионеры и миллиардеры. Девушка-официантка рассказывала. Я там рядом сидела, подслушала разговор. Вот такая вот красота вечерняя. Так и не выпал этот дождь. Два дня, два вечера. Надеюсь, что хотя бы завтра выпадет. А мои так и не приехали сегодня. Сегодня только что написали мне, что приедут завтра, что они на море. Ну и хорошо. Я хоть еще одну ночь спокойно высплюсь. Никто не будет там чем-нибудь по утрам на завтрак орехи колоть. Я даже слышу, как орехи колют. Вы представляете, из-за этого просыпаюсь. Кухня находится далеко от моей спальни. Но я все равно просыпаюсь. Я не могу не налюбоваться на эту красоту. Мне охота все время снимать и снимать эту красоту. Вот что со мною? Все-таки природу я люблю. Пейзажи я люблю. Горы я люблю. Обожаю просто. Значит, скоро будет отель «Триест». Я вот вчера вечером проходила здесь в 11.30. В одном из этих баров была музыка, бар. Люди были. Так что по вечерам есть тусовки. Но, опять же, надо пить. Ты же не можешь только за кофе сидеть, как Анжелика. Она взяла чашечку кофе. 1,50 стоит. В этом бар-суит. И набрала с Алюми всякие вот эти, как его. Брзаула, Мортаделла. Аж этот, который за косой стоит, недобро посмотрел на нее. Вот такие вот дела. Кузнечики поют. Сверчки, сверчки. Слышу все. Вот насчет того, что вот как пить и не напиваться. Девчонки, ни хрена тут не напьешься. Да потому что столько кислорода. Такая концентрация кислорода здесь, что невозможно даже развеселиться. Пьешь, пьешь, как бездонная бочка. Никакого толку нет. Наверное, только печень просаживаешь. Это очень такой, очень дорогой супермаркет маленький. Я один раз зимой, когда с Мелиссой приехала по дороге, решила купить. Мы поздно приехали. Я там всего ничего набрала и вышло 35 евро. У меня челюсть упала, отпала. Я думаю такой, что ж так дорого-то. За 35 евро впадал в супермаркете, три пакета купишь. Ну, здесь же не растут... А, вот в этом отеле, по-моему, было. Вчера какая-то тусовка была. Да, наверное. В общем, здесь же не растут фрукты, наверное, в горах. Поэтому, наверное, дорого все. Поэтому, когда вы... А, это есть отель Триеста. Видите? Когда вы собираетесь в горы, вы наберите с собой продукты. Хотя бы те, которые не пропадают. Потому что здесь вам супермаркет обойдется очень дорого. Так, скоро будет у нас вип-клаб. Ой, 29 градусов. Ничего себе, девчонки. В горах, если 29 градусов в 7 часов вечера. Я представляю, что происходит на равнине. 40 градусов, наверное. И вот это вот здесь вот находится агентство недвижимости, которое я сегодня выкладывала. Видите? Вот она. Вот это вот. Куртина. Home. Цветочки, цветочки. Вот это вот тоже что-то. А, вот этот вот бар работал вчера. Не тот отель Триеста. А вот этот вот как-то называется. Что за отель? Парни. Петя уже сидят, тусуются. Сейчас посмотрим, как называется. Это почти центр уже. Ла-Дели-Арки называется. А, собачка. О, какая охранница. Смотрите, у них свой огород из зелени. Огород свой. Собственный. И дальше у нас будет уже отель Европа. Та-да-дан. Вот так вот. Уже 11 минут прошло. Видите? Я сняла 11 минут видео. Значит, я иду всего 11 минут, спускаюсь. Потому что уже вон где вот зелёное, это там уже отель Европа. Ой, надеюсь, хоть сегодня будет музыка и будет весело. Всем пока. Всем здоровья и добра.